В Лиге Европы нас тоже ждет встреча топ-клубов. Милан наконец прервал свою серию из 7 матчей без побед, команда Пиоли одолела Торино 1-2-0. Но по игре Рассони Ри по-прежнему смотрится тяжеловато, кризис еще не пройден. Милан стал действовать пассивнее, отказался от футбола, который приносил результат в прошлом сезоне. Тренер Пиоли перешел на тактику с тремя центральными защитниками, и новая схема пока непривычна для миланцев. Хорошо, что в строй вернулся Ибрагимович, Златан должен вселить уверенность в своих партнеров. Восстановился от травмы и защитник Тамари, он заменит в старте Кьера, который выглядит слабее, чем год назад. Теттенхэм тоже лихорадит. Шпоры могут собраться на один матч и притормозить Манчестер-Сити, 1-2-0, а могут расклеиться, как в субботней встрече с Лестером, 1-4. Команда Конти тоже страдает от травм, только что из строя выбыл Бентанкур. Нет основного вратаря Ляриса, а ключевой полузащитник Хибьерк дисквалифицирован. Лондонцы выйдут с неопытными игроками Скипом и Саром в центре поля, вся надежда только на мастерство Кейна и Сона впереди. Хотя корейц в этом сезоне не впечатляет. Конти явно выберет осторожную тактику на этот матч, и вряд ли у Милана получится одолеть соперника. Но и проиграть чемпион Италии на своем поле не должен. ПСЖ в плохом состоянии подходит к плей-офф Лиге Чемпионов. Чемпион Франции только что проиграл два матча подряд, Марселю, 1-2, и Монако, 1-3. Причем от Манегаска в команда Гольте могла пропустить и больше, игра в обороне была ужасной. Конечно, на ПСЖ повлияла череда травм. Не было Мбаппи, Месси и Веретти, а Хакиме и Кемпемби вышли только во втором тайме. Главная интрига для парижан, сыграют ли Мбаппи и Месси? Киллиан тренировался в общей группе, но по его состоянию есть вопросы. У Лео больше шансов выйти в основе, правда, понятно, что лидеры ПСЖ сейчас не на пике формы. Баварии после зимнего перерыва потребовалось несколько матчей на раскачку, и теперь Манхенцы набрали ход. В трех последних встречах они забили 11 голов, составом проблем почти нет, из серьезных потерь, только Мане. У чемпиона Германии хорошее сочетание опыта, Мюллер, Кимех, Горецка, и молодых талантов, Мусяла, Дэвис, Бавария усилилась в январе, взяв Канселу и Блинда. Азомер хорошо заменил на ироворотах. Немецкий клуб по праву считается фаворитом в двухраундовом противостоянии с ПСЖ. Интересно при этом, что на первый матч коэффициенты на победу обеих команд равные, несмотря на все проблемы парижан. Недооценкой Баварии стоит воспользоваться. Баруси прекрасны в новом году, Дартмундсы выиграли все шесть матчей. Они вернулись в чемпионскую гонку в Германии, до Баварии всего три очка, и готовы пошуметь у Лиги чемпионов. В выходные Баруси разобралась с Вердером, 2-2-0, благодаря голам молодого войнагетенца и более опытного Бранта. Состав Дартмундсов вернулся после лечения трака и начал забивать, а Лер, рывки Беллингама в штрафную по-прежнему ставит в тупик защитников. У Терзича богатый выбор игроков в атаке. Неудивительно, что Баруси отгружают соперникам минимум два мяча за матч. Единственное, что смущает, моменты у ворот Дартмунда также создаются исправно, в Лиге чемпионов это может сказаться. Челси накупил зимой игроков на 300 миллионов фунтов, но так и не решил проблему с центрфорвардом. Хаверц и Феликс больше любят действовать на позиции под нападающим или на фланге. Плюс Поттеру еще только предстоит интегрировать всех новичков в команду, на это может уйти вся вторая половина сезона. Неудивительно, что лондонцы застряли в районе 10-го места. Хотя в матче с Вестхэмом, один к одному, было много оппозитивных моментов, Челси доминировал в первом тайме. Однако после перерыва остроту у чужой штрафной было меньше. Букмекеры считают, что именно лондонцы пройдут в одном слеж четырех финала, но в первом матче небольшим фаворитом идет Баруси. Хозяева в лучшей форме, чем гости, так что тут выбор на что ставить прост. Брюги удивил осенью, заняв второе место в группе спорту, Байером и Атлетико. Но перерыв на ЧМ-2022 не пошел чемпиону Бельгии на пользу, он победил только в одном матче из девяти. В январе команду возглавил экс-тренер Фулхэма и барон Мута Паркер, но англичанину пока не удается наладить игру в атаке. Брюги мало создает и мало забивает, а вот пропускает почти в каждом матче. В принципе, выход в плей-офф Эльча, первый в истории клуба, уже большое достижение для бельгийцев. Дальше пройти им будет сложно, еврокубкового опыта у Бенфики в разы больше. Португальцы чуть подпортили себе настроение, уступив по пенальти Браге в Кубке страны. На исход повлияло удаление защитника Ба. Зато в чемпионате у команды Шмидта все хорошо, она с запасом идет на первом месте. Бенфика рассталась в январе с Ансо Фернандесом, все остальные ключевые игроки в строю. Плюс клуб вернул Гедиша из Волверхэмптона. У Орлов не было матча в выходные, времени для восстановления было более чем достаточно. Это важно, учитывая, как часто игроки Бенфики идут в прессинг. Если не случится чудес от вратаря Брюги Миниоли, гости сделают шаг к выходу в четвертьфинал. Барселона при Хави превратилась в машину по добыванию очков. В 2023-м каталонцы выиграли все 11 матчей, при этом они практически не пропускают. Такая Барса была бы претендентом на победу и в Эльче, но с третьего места в группе она попала в плей-офф Лиги Европы. Каталонцев даже не притормозили травмы Дембеля и Бускетца. Малыши Педре и Гави в полном порядке, Левандовский традиционно хороший в подыгрыше, и в завершении. Словом, Хави жаловаться ни на что, даже когда что-то не получается, его команда находит способ победить. Манчестер Юнайтед тоже провел не лучший матч против Лидса, несколько раз терял мяч у своей штрафной, но Дехия был надежен, а Рэшфорд и Гарначо использовали свои моменты впереди. В Аппл Мю, лучшие команды по голам в последние 15 минут, игроки знают, что всегда могут добавить, а Тенха грамотно пользуется заменами. Большая роль в возрождении Юнайтед принадлежит Рэшфорду, после ЧМ 2022 он стал самым результативным форвардом в Европе, 13 голов в 15 матчах. Как бы ни была хороша Барселона в защите, сложно представить, что англичане хотя бы раз ей не забьют. Но и от каталонцев на Камп Ноумы ждем голов, отсюда такой выбор для ставки.